В начале выпуска о происшествии на Яковлевском горно-обогатительном комбинате. Напомним, там в одной из шахт на глубине 378 метров произошло возгорание проходческого комбайна. Сообщение о ЧП поступило в единую диспетчерскую службу в воскресенье в 10 утра. На тот момент в шахте находились 277 рабочих. На место выехали экстренные службы. Более 50 человек и 16 единиц техники. Ситуацию взял под контроль Вячеслав Гладков. К счастью, обошлось без жертв. Уже к полудню на поверхность вывели всю рабочую смену. 277 человек. Сработать максимально оперативно позволило современное оснащение. У каждого шахтера были с собой обязательные средства безопасности. В том числе система оповещения в случае чрезвычайной ситуации. Каждый сотрудник шахты перед спуском берет с собой обязательно самоспасатели с запасом кислорода. На сколько? Час-полтора. И у нас есть так называемая многофункциональная система страта. Система позиционирования. То есть берет с собой фонарик, человек его включает. И на диспетчерской, которая находится на четвертом этаже, онлайн отображается, где человек в данный момент время находится. О масштабе ЧП. В шахте ГОКа почти сутки работали два отделения военизированной горноспасательной части. Локализовать пожар удалось только к пяти вечера в воскресенье. А ликвидировать открытое огорение горноспасателей смогли только сегодня к 9 часам утра. В связи с возгоранием в шахте прокуратурой области инициирована проверка исполнения законодательства промышленной безопасности. В ходе надзорных мероприятий с привлечением контролирующих органов будет дана оценка законности действий должностных лиц в части с соблюдением ими требований промышленной безопасности. Как правило, проверка у нас проводится в течение месяца, поскольку это вопросы Госгортехнадзора, я думаю, что не менее точно. В подобных ситуациях это стандартная проверка.